В этот раз мы посетили музей керамического искусства Тамбы по случаю проведения специальной выставки и марьяки. Поскольку в зале запрещено снимать, я покажу вам выставку в своей презентации. Целью музея керамического искусства Хёго является не только популяризация керамического искусства в префектуре, но и укрепление международных связей и объединение людей разных культур и национальностей, социальных групп и возрастов интересов через искусство керамики. Музей ведёт активную разноплановую деятельность. В музее хранятся и экспонируются уникальные коллекции старинной и современной керамики. Кроме осуществления деятельности по сохранению культурного наследия, в музее обучают керамике следующее поколение, сотрудничают с научными учреждениями. Участвуя в различных культурных проектах, проводят лекции по керамике, стремятся создавать богатую оригинальную культуру с уважением к природе. В выставочных залах музея находится постоянная экспозиция по традиционной керамике тамбы и тамбаяки, а также временная выставка со специальной тематикой, насчитывающая коллекция из более 2000 керамических предметов нашей префектуры и других частей Японии. В начале эпохи Эду началось производство керамики в поселке Арито в Японии. Со временем этот вид керамики постоянно изменялся, особенно со второй половины эпохи Эду. И далее в эпохме стали создаваться новаторские оригинальные композиции, в том числе орнаменты в стиле модерн. На данной выставке вы познакомитесь с очарованием коллекции фарфора и мари, собранной Кио Шиакаги. Истоки производства керамики в Японии берут начало в гончарнях Арито в начале 17 века, где впервые была создана японская керамика в Японии. Керамика получила название и моряки в честь порта, откуда потом экспортировалась за границу, в том числе в Европу. Фарфор с красивой окраской индика и яркой цветной росписью на белом фоне сильно привлёк людей, и с середины 17 века до середины 18 века он экспортировался за границу через голландскую Ост-Индскую компанию. Кроме того, в начале 19 века производство керамики распространилось в гончарни Сето и Киото. По мере развита ремесленной культуры, в эпоху Эду красивые и творческие узоры стали украшать не только керамическую посуду, но и культуру и жизни народа. В эпоху Мэйзи из-за японизма, начавшегося в конце периода Эду, японская керамика стала широко востребованной у европейцев. С другой стороны, внутреннее производство продолжает развиваться, появляются новые декоративные технологии, перевод рисунка на керамику, деколикомания, для чего использовались медные пластины с гравированным или протравленным исходным изображением. В 1965 году предприниматели строительной компании Кио Шиакаги с большим воодушевлением начали коллекционировать керамику, в том числе произведенную в арите, обращая внимание на современные технологии производства керамики. На данной выставке вы увидите красоту экспонатов его уникальной коллекции и разнообразие узоров. Вы сможете ощутить вдохновение и почувствовать атмосферу времён от Эда до Мэйзи. Коррекция Кагики Йоши Коррекция Кагики Йоши – это коллекция, в основе которой изделия, произведённые в арите, во большинство работ периода Эда и Мэйзи. Но также можно обратить внимание на оригинальные дизайны, узоры и разные гончарные места и регионы для производства Шида, Мино и Кутани. На данной выставке представлено 488 предметов, собранных коллекционером Акаги. Коллекция включает посуду, большие блюда, чаще для приготовления. В работах можно наблюдать заплатные узоры, угадывая мифические образы европейских народов, которым особенно симпатизировала Акаги, и которых никогда не видел японцы до времён эпохи Эду. И как раз в это время начинает цвести гортензия в саду-музее. Давайте полюбуемся вместе!